Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе сегодня провел первое заседание правительства после выборов. Он заявил, что его партия опередила ближайшего конкурента почти на 900 тысяч голосов. Однако эти результаты не признает оппозиция. В центре Тбилиси в эти минуты проходит массовая акция протеста. Там сейчас находится наш корреспондент Юрий Кукин. Юра, приветствую тебя. Расскажи, что у тебя происходит. Юра, приветствую. Митинг оппозиции начался несколько часов назад. Здесь, на проспекте Руставели, перед зданием парламента установили огромные колонки. А с лестниц парламента уже вовсю выступает оппозиция. Я напомню, что четыре оппозиционных блока, которые прошли 5-процентный барьер, отказались получать свои мандаты и участвовать в работе парламента. Более того, они уже только что заявили с трибуны, что требуют получить доступ к электронной информации Центра избиркома, проведение международного расследования и повторных выборов. Отказалась признать итоги голосования и президент страны Соломеза Рубишвили. Она выступила первой сразу после гимна и заявила, что намерена продолжать поддерживать народ до конца на его пути к евроинтеграции. Но я напомню, что именно президент Соломеза Рубишвили призвала, собственно, граждан Грузии выйти на массовые акции протеста. Чего и как оппозиция хочет добиться этими митингами, ранее она объяснила в интервью Associated Press. Давайте послушаем. Это способ показать, где находится население. Это не обязательно рычаг давления, потому что люди очень миролюбивы и будут очень миролюбивы. Потому что население здесь знает, какова наша геополитическая обстановка. Вот почему они всегда очень взвешенно и очень сознательно относятся к поддержанию стабильности. Но это способ, которым население может показать, что у него нет другого способа выразить, что его голоса были украдены, что его будущее было украдено. Стоит отметить, что митинги анонсировались и на день голосования, и в воскресенье. Но вот, все началось только сегодня, уже после официальных публикаций данных Центра избиркома. Оппозиция во главе с Соломеза Рубишвили обвиняет грузинскую мечту в пророссийской позиции и фальсификации выборов, благодаря чему та и смогла получить 53% голосов. Ранее оппозиционные опросы давали грузинскому мечтению больше 40%. В самой правящей партии на это заявляют, что оппозиционные исследовательские центры подтасовали данные экзит-полов и называют свою победу убедительной. И вот, что об этом говорил премьер-министр страны Иракли Кабахидзе. Давайте послушаем ее. Победа настолько впечатляющая и очевидная, что любая попытка говорить о фальсификации в условиях электронных выборов и беспрецедентной предвыборной обстановке, конечно, обречена на провал. Ну, накануне прошла пресс-конференция международных наблюдателей. Ее итогов и итогов их оценки ждали многие, в том числе и один из оппозиционных блоков за Грузию, экс-премьер-министра Георгия Гахария. Так вот, международные наблюдатели, в том числе от ОБСЕ, от парламентской ассамблеи НАТО, а также Европарламента отметили, что организация выборов прошла на высоком уровне. Однако они указали на многочисленные нарушения, которые проходили в сам день голосования. Назвали атмосферу на дне голосования напряженной. Они сказали и о вбросах бюллетеней, и о проблемах с маркировкой избирателей. Ее наносят специально, чтобы один человек не мог проголосовать дважды. А также говорили и о подкупе людей, и давлении на наблюдателей, а также оппозиционных журналистов. Ну, сейчас главный вопрос заключается в том, как долго противники грузинской мечты намерены добиваться своего, и как на это будет реагировать полиция. Впрочем, политологи предполагают, что силовыми методами бороться с протестами у власти просто не получится. Я согласен с мнением, что у грузинских властей нет достаточной силовой структуры. Это никогда не было. Потому что Грузия очень маленькая страна, и все друг друга знают. Полицейский, чей-то сосед, чей-то родственник. И обычно они не очень... Потом у них очень маленькие зарплаты. За какие-то тысячи, две тысячи лар, и они не будут стрелять, скажем так, со своих потенциальных соседей и родственников. С силовыми методами вряд ли у грузинской мечты получится подавиться какое-то сопротивление. Вопрос в другом. Насколько общество готово на это? Мы видели несколько раз, что общество готово в прошлом. Но сейчас пока я не чувствую. Потому что уже вчера прошли выборы, которые все считают, что фальсифицировали. Ну, никакого движения не было. Спонтанного. Ну, а сейчас, видимо, митинг оппозиции уже подходит к концу. Выступления закончились. И, как вы слышите, наверное, звучит громгизи, гимн Грузии, прошу прощения. Ну, а мы продолжим наблюдать за ходом протестов из Тбилиси, Саша. Да, Юра, спасибо. Корреспондент РТВ Юрий Кукин был на прямой связи из Тбилиси. Продолжение следует...